Ты же делаешь не что-то ради чего-то, да, только так, а что-то, ну, просто. Делай добро, бросай его в воду. Нам реально очень легко сделать мир вокруг себя лучше. Потому что вы тратите свое время на то, чтобы сделать меня счастливым, а я тратить свое время и усилие на то, чтобы сделать вас счастливым. В результате мы оба счастливы и мир в гармонии. И бывают людей совсем дебилов. Бывают, но в нашей отрасли мы с ними практически не контактируем. Когда ты делаешь то, что нравится, это получается лучше. Это нравится, это возбуждает, это заставляет двигаться быстрее, думать глубже. Идеальная картина мира, когда все люди счастливы, когда в мире нет ни насилия, ни лжи, ни обмана, ни войн, ни как за все хорошее против всего плохого. Но она же потому идеальная эта картина. Любой рынок, он никогда не будет настолько хорош, насколько мы хотим, чтобы он был. В принципе, там есть такая теория, что жизнь идет по спирали. Просто с каждым битком, да, и человек если развивается, у него там как бы вверх держится. Кто-то может вниз двигаться по спирали, кто-то по кругу ходить. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Плоды не всегда зависят от усилий, что если ты двигаешься, если ты хотя бы лежишь в правильном направлении, то все будет хорошо, рано или порно. Мы, не знаю, делаем то, что меняет целые индустрии. Ну, это вот делал он там, либо он в этом участвовал. Ну, это здорово. Это правда здорово. В этом реальный кайф. Ты приходишь, даешь новый инструментарий, сам погружаешься в процесс, получаешь новые знания. Я не понимаю людей, которые вообще об этом не думают, допустим. Ну, то есть, что? О чем они думают тогда? Что у них происходит вообще? Если ты понимаешь, что ты хочешь сегодня, сейчас, завтра, послезавтра и от жизни вообще, то даже если сегодня тебе цели не приходят, завтра они к тебе обязательно придут. Перестаньте думать о себе, о работе, вот об этом всем. Увидьте вокруг себя прекрасный, удивительный мир. И тогда не будет вот этой скуки, не будет вот этого выгорания, всего остального. И все будет хорошо. Иногда становится совершенно невозможно двигаться вперед. Дела, проблемы. Кажется, что все, дальше уже не пройти. И если просто больше работать уже не помогает, я говорю себе, что нужно остановиться, посмотреть внутрь и что-то изменить в своем отношении к миру. Иногда я меняю отношение к людям, иногда к конкурентам. Но если ты находишь правильный ответ, неожиданно становится очень легко идти дальше. Такое впечатление, что мир меняется от того, что мы о нем думаем. Измените свой взгляд, и изменится мир. Друзья, я приветствую вас всех на партнерской конференции «Один из Битрикс». Вообще замечательный день. Это лучшая площадка, наверное, в нашей стране. Это лучшие люди в нашей стране. У нас прекрасные потоки, прекрасные доклады. И нам очень много будет о чем поговорить. Вообще, ожидая очень много открытий для себя, мы приготовили несколько вещей, которые для нас являются революционными. И мы надеемся, они помогут и вам в дальнейшем. И мне предстоит сделать вам небольшой вводный, вступительный доклад о том, как мы жили и как мы планируем дальше жить. Коллеги, есть такое мобильное приложение. Пожалуйста, скачайте, установите. Мне сказали, что я должен первый вам рассказать о нем. От того, что вы в нем комментируете, какие оценки вы ставите, зависит наша зарплата. Поэтому, пожалуйста, будьте добры. Это очень важно еще раз. Отключите звук на телефонах, он вам уже не понадобится, по крайней мере, в ближайшие несколько часов. Итак, 2016 год. Как мы работали? Одна из ключевых задач, над которой работает компания, это маркетинг. Узнавание компании, узнавание бренда, узнавание продукта. Мы работаем над этим каждый день. Вы все знаете эти проекты. Формула сайта, спецпрограммы по Bittrex 24, которые набрали, кстати, фантастическую популярность. Я помню, что года 4 назад нам было сложновато набирать аудиторию на проекты и на мероприятия по Bittrex 24, а сегодня зачастую эта аудитория больше, чем для управления сайтом. Федеральные семинары, семинары, вебинары, выставки, конференции. 30 человек в нашей компании каждый день работают только над тем, чтобы клиенты знали и узнавали компанию и продукты. Более 600 мероприятий по всей стране. 82 мероприятия в один день в 82 городах. В общей сумме почти 60 тысяч человек посетили конференцию, посетили ваши мероприятия, общались с вами и стали вашими клиентами зачастую. Отдельное большое направление, над которым мы работаем, это пиар. Это статьи, телевидение, радио, рекламные кампании. Все, что с этим связано в самых разных форматах. И в том числе YouTube, миллионы показов, Facebook, огромное количество статей. Все это работа, связанная с популяризацией и с узнаванием компаний и продуктов. И, конечно, одно из важнейших направлений, основополагающее наше направление, это разработка. Два продукта и в общей сумме мы представили вам 5 релизов в 2016 году. По управлению сайтом. 16.5, который вышел в июне. Вы помните Битрикс день, мы здесь собирались. У нас был полный зал, и мы делали презентацию этого продукта. Иногда мне кажется, что прошло значительно больше, чем просто год, или даже получается полгода между этими презентациями. Или управление сайтом 17.0. Интернет-кассы, магазины, огромное развитие по магазинам. Прекрасный продукт, с которым нам есть чем работать и что нам предоставлять клиентам. Битрикс 24. Три релиза. В 2016 году, в начале года, мы объявили о том, что он бесплатный и неограниченный. И, по-моему, тогда был побит рекорд в онлайн-трансляции. Отлично работал лозунг. 15 тысяч, по-моему, человек смотрели эту трансляцию в онлайне. Корсика. Опять же, не верится, что только в этом году мы выпустили CRM-формы, онлайн-чат. Потому что уже на тысячах сайтах стоят эти формы. Потому что онлайн-линиями подключили и социальные сети, и мессенджеры подключили тысячи компаний, тысячи клиентов. Огромный пакет. Таити, который мы представили недавно, распознавание лиц, опять же, открытой линии, развитие CRM, Kanban и многое другого. Разработка обеспечивает нас большим, функциональным и очень разноплановым продуктом. Мы еще сегодня поговорим о том, как вообще связаны эти продукты и как они помогают друг другу. Отдельное направление, связанное с развитием Enterprise. Крупнейшие клиенты требуют определенного коммуникации, определенного формата работы, а зачастую и определенного продукта. Один из Bittrex Enterprise. Это направление выросло более 400%, если я не ошибаюсь, в финансах. Нам не разрешили все логотипы компаний разместить здесь, но это крупнейшие компании. Я уже успел лиснуть. Хотелось бы, чтобы она не убегала без меня. Лента, NVIDIA. Крупнейшие бренды по управлению сайтом. Зачастую это интернет-магазины, иногда это корпоративные проекты и сайты. Один из Bittrex 24 Enterprise. Коробочная версия в крупнейших компаниях с десятками тысяч человек. А вот это же не я листаю. Мегафон, Росатом, Роскосмос. Иногда, когда общаешься с такими компаниями, кажется, что это страна в стране. Потому что это тысячи предприятий, сотни тысяч людей. И у нас даже появился отдельный продукт, когда мы говорим, строим, по сути, такую же структуру, как мы используем для Bittrex 24 Network, когда проекты связаны между собой, потому что объединить 300 тысяч компанию кажется уже неправильным. Нужно объединять отдельные организации немножко на других принципах. В 2016 году мы выпустили новый продукт. Вот управление сайтом – это про сайты, интернет-магазины. Bittrex 24 – это про взаимодействие внутри. Но мы выпустили продукт, который про взаимодействие между компанией и ее клиентами. И, конечно, это открытые линии. На сегодняшний момент этот продукт является составной частью Bittrex 24. Но у него огромные перспективы, он может стать самостоятельным направлением для контакт-центров, для линий поддержки. Это направление развивается очень-очень быстро. Крупнейшие компании в стране запускают современные линии коммуникации со своими клиентами. Выпустив такой инструмент, мы твердо решили, что и мы внутри должны поменяться, что мы должны перейти на коммуникации с клиентами в реальном режиме времени. В 2016 году нам это удалось по Bittrex 24. Мы запустили консультационную линию на 7 дней. В 7 дней наши операторы в открытых линиях поддерживают, консультируют клиентов. Мы перешли на консультации и на поддержку клиентов в открытых линиях по Bittrex 24. На самом деле, конечно, клиенты счастливы. Они счастливы, потому что время реакции от 1 до 2 минут. Время решения проблемы измеряется десятка минут. В 10-15 минут проблема решается. Огромное количество положительных отзывов. И похоже, что поддержка загружена даже в некоторых вопросах чуть меньше, чем она была загружена раньше. Это очень перспективное направление для того, чтобы развивать. Партнеры. В 2016 году мы окончательно разделили партнерские проекты. По управлению сайтом на сегодняшний момент 17 тысяч компаний являются партнерами 1 из Bittrex. И по Bittrex 24 мы доформулировали партнерскую программу, сформировали условия. И более 6 тысяч компаний на сегодняшний момент являются партнерами по этому направлению. Сертификация разработчиков. Онлайн-обучение, видеокурсы и сертификация в онлайне. Очень большой проект. Я очень горд, что мы его запустили, что нам удалось его сделать настолько рентабельным и настолько доступным с точки зрения обучения и сертификации. Вы видите, 2300 сертификатов получили наши партнеры. Клиенты, сдавая сертификаты, клиенты, за все эти годы вместе с вами мы добились, мне кажется, выдающегося результата. Более 200 тысяч компаний используют управление сайтом и более полутора миллионов зарегистрировано. Мне кажется, мы можем все друг другу поаплодировать за этот прекрасный результат, потому что на самом деле это выдающееся значение. К слову, скажу, что, например, в России порядка, как говорят, миллиона компаний, которые вообще как юридические лица функционируют и работают. Прекрасный результат. И, конечно, мы обычно рассказываем о том, как нам удалось вырасти. Вырасти в 2016 году. Россия выросла на 34%, Казахстан на 48%, Украина на 73% и Беларусь выросла на 83%. Опять же, прекрасный результат и большие успехи компании во всех направлениях. Все это становится возможным благодаря усилиям коллективов, которые работают в самых разных офисах компании. В Москве, в Украине, Беларусь, Казахстан, есть еще одна у нас страна, Санкт-Петербург, как мы шутим. И на сегодняшний момент в группе компании работает более 200 человек. Мы можем поаплодировать всем этим увлеченным людям, которые создают для нас результаты. На самом деле, они огромные молодцы. Ну что ж, движемся дальше. Стратегия на 2017 год. Каждый раз в начале года, я рассказываю, мы в конце, вернее, даже года собираемся на стратегическую сессию. Мы обсуждаем, как развиваются рынки, какова динамика, как будут работать партнеры в 2017 году, что мы должны сделать для вас, чтобы вам было легче продавать, чтобы ваше предложение клиентам выглядело уникальным и отличалось не только по цене, чтобы вы могли даже больше цены ставить, а чтобы оно было совершенно уникальным с точки зрения предложения для клиента. И когда мы строим стратегии, мы смотрим вообще на динамику развития рынков. Действительно, есть классический подход о том, что любой рынок проходит все этапы развития от растущего до зрелого рынка. Когда рынок растет, в общем-то, это быстрый темп роста, не очень большая аудитория, потому что растем с небольшой базы, но это постоянный приток новых клиентов. Когда же рынок становится зрелым, на самом деле получается, что все клиенты уже в каком-то смысле поделены. И вы должны по-другому строить стратегию своей компании, по-другому размышлять по взаимоотношениях клиентам. Причем зрелый рынок, на самом деле, это очень круто, потому что это огромный объем, это системное понимание того, что хотят клиенты, это, конечно, другие немного правила. Но, тем не менее, огромное количество компаний работают на зрелых рынках. 1С уже сколько лет работает на зрелом рынке. 2С, Microsoft, да мы много можем найти компаний, которые огромную выручку получают, работая на зрелых рынках. Каждый из нас должен смотреть на то, что происходит с сегментами, в которых он работает. И очень адекватно понимать, что они во многом зависят не от нашего желания, а от того, как развиваются, наверное, какие-то более глобальные процессы. Рынок сайтов, как бы мы с вами ни смотрели, по той или иной метрике, по веб-сайтам, по числу доменов, по числу клиентов, которые в онлайне, он в целом может считаться зрелым. Но есть и политики трансформации, о которых мы с вами говорили летом. Bittrex 24 включает в себя, по сути, очень много рынков, но в силу комплекта, в силу набора является очень быстро растущим, потому что является новым рынком. Динамика роста измеряется сотнями процентов. Особый рынок, о котором мы сегодня будем еще говорить, конечно, это CRM. CRM, который, как говорят, сто лет в обед, который давно уже на рынке, как тезис, но который по какой-то причине является очень быстро растущим рынком. На самом деле, компаний, у которых внедрена CRM, очень мало. Но это становится одним из важнейших конкурентных показателей для многих компаний для того, чтобы развиваться дальше. Ну и еще один очень быстро растущий рынок, это рынок открытых линий. Когда крупнейшие компании начинают коммуницировать, когда небольшие компании уходят в мессенджеры, сейчас ситуация очень похожа на… Помните, когда мы обменивались СМС или мессенджерами, мы не очень были уверены, победят мессенджеры или нет. Вообще, последние десятилетия показывают, что что становится популярным у людей, неизбежно приходит в бизнес. Бизнес будет общаться в той среде, которая удобна людям, которая удобна клиентам. Это уже происходит. По поводу сайтостроения. Еще раз подчеркну, что действительно рынок зрелый, но это рынок с максимальным оборотом. Это рынок, в котором бизнес начинает очень четко и твердо понимать, зачем им сайт. Что они делают его не просто потому, что нужна картинка, а потому, что нужны решения, нужны продажи. Все ругательные слова, которые раньше нужно было обучать, они теперь знают. CPC, CPA, реакция. И они требуют от вас значительно более готовых ответов и более комплексных решений. Поэтому точно формулируются требования и вы должны учитывать, что вообще в целом мы ожидаем роста этого рынка где-то в районе 10-15%. Если вы растете больше, с большой вероятностью можно сказать, что вы забираете какие-то соседние участки, какие-то сегменты. И одна, наверное, из самых важных стратегий, я не устаю о ней повторять, стройте регулярное взаимоотношение с вашими клиентами. Следите за брендом, следите за репутацией, потому что на зрелом рынке уже репутационные ошибки играют очень долго против вас. Вы должны закреплять взаимоотношения с клиентом. Даже завершая их в каком-то формате, все равно оставлять правильный, необходимый вам нужный осадок. Ну и, конечно, по-прежнему на сайтах партнеров очень мало еще предложений по поддержке. Предложений по поддержке в реальном режиме времени, по организации. Есть и очень большой пакет, тем не менее, обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и не так часто нам с вами везет. Это, конечно, правда, ученые спорят, повезло или нет. Но год сенокосный. ПЗ-54. Об этом многие узнают только сегодня. Кто-то узнал о том, что изменения произошли с нашей презентацией. Выпустили новый федеральный закон, который требует от интернет-магазинов модернизации, поддержки и выписки чеков в момент продажи. Существует очень много решений. У коллег будут отличные презентации. Будет бизнесовая презентация у Сергея Кулешова в 11.30. Не пропустите, посмотрите обязательно. Это, наверное, презентация для директоров. И будет презентация у Юры Волошина, тоже по ФЗ-54. Он покажет, как реально работает интернет-магазин с подключенной кассой. Вы сами сможете выписать, оформить заказ и посмотреть, как его распечатывает принтер. Мы обновили все продукты. И у вас есть прекрасная возможность. Во-первых, связаться со всеми клиентами, объяснить, сказать, что это необходимо. Маленькие встречи, большие встречи, семинары. Большинство клиентов уже это знают. Но многие не задумывались, что вообще для интернет-магазина требуется реконструкция. Это прекрасный повод для того, чтобы выбрать крупных клиентов, которые работают не на битриксе. Здесь с ними поговорить и перевести их на платформу. Поэтому встречайтесь с теми, кто работает на самоделках, встречайтесь с теми, кто работает на других платформах и конвертируйте их в продукт. Прекрасное направление. Обязательно возьмите себе в план и наметьте себе задачи по этому направлению. По-прежнему интернет-магазины являются одним из самых доходных источников для партнеров. Крупнейшее направление для бизнеса на сегодняшний момент – это уже не предмет дискуссии. Это необходимость. И вот как раз с интернет-магазинами практически всегда это длительный процесс. То есть его можно только начать и потом построить длительное взаимоотношение с клиентами. И одно из самых ярких сегодня запросов – возрастающее направление интернет-магазины плюс CRM. Потому что конкуренция в онлайне возрастает и нужно научиться клиентам дожимать, контролировать, автоматизировать продажи и все, что с этим связано. Этим направлением мы будем активно заниматься. Итак, по управлению сайтом вас ждет два релиза. Мы традиционно рассказываем о том, когда они выйдут. Но по последней традиции мы стали очень консервативно рассказывать о фактических планах. У нас будут сегодня митинг-поинты, вы сможете пообщаться с коллегами. Там мы частично вам расскажем составы этих релизов. Bittrex 24 – очень быстро растущее направление. Причем во многих вопросах отлично дополняющее управление сайтом и делающее управление сайтом, как я говорю, из зрелого продукта, растущий продукт. Мы опять же планируем в этом году выпустить два релиза – на весну и на осень. И на сегодняшний момент мы рассуждаем об аудитории и знаем о аудитории Bittrex 24 следующее. В целом клиенты приходят за четырьмя большими решениями. Первое решение – это по коммуникациям. Коммуникации в компании – живая лента, группы, обсуждение документов, принятие решения. И чаще всего это компании от 30 человек и выше. В основном у крупных компаний возникает, у средних и крупных компаний возникает проблематика коммуникационная, и они идут именно за этим. Задачи и проекты – исполнительная дисциплина. За этим приходят компании, у которых 15-20 человек, чаще всего и выше. Потому что здесь уже начинают заканчиваться возможности одного человека, директора, он теряет контроль над компанией. Ему нужна исполнительная дисциплина и нужны сценарии. CRM. Типовые клиенты – это 2,5-3,5 человека, как я говорю. Это даже зачастую не компания, это отдел продаж. И вот эти компании, для них мы планируем сделать очень много. Отдельно скажу. Ну и, конечно, открытые линии. Вот по открытым линиям есть два больших сегмента, наверное. Это компании 1,5-2,5 человека, это очень небольшие, маленькие бизнесы. И крупные бизнесы, в которых усаживают десяток операторов, которые обслуживают большие направления. И в этом году мы планируем работать над каждым направлением с точки зрения сценариев. Мы уже фактически сформировали программу, не до конца, но во многом. И у нас будет по каждому из этих блоков состав и большой функционал по обновлению. Bittrex 24. Об этом я бы хотел сказать о CRM и вообще о Bittrex 24. Подходите, пожалуйста, Екатерине Шеленковой, Meeting Point. И есть у нас такой формат. Собственно, в нашем зале с 13 часов она будет рада вам показать немного новой CRM. Она еще не выпущена, но она во многом готова установлена. Но у нее есть большая версия, в которой она сможет продемонстрировать, как работает этот продукт, что мы ожидаем. Ну и какие-то основные моменты по выпуску. CRM в 2017 году. CRM в 2017 году это не только выпуск продукта с нашей точки зрения. Мы хотим обратить ваше внимание на это направление еще и с бизнесовой точки зрения. Для того, чтобы подчеркнуть, что необходимо заняться им особым образом, мы выпустили отдельный документ, заказали специальную экспертизу, купили очень опытных специалистов и разработали книгу продаж по Bittrex 24. У нас будет отдельная лекция Дмитрия Суслов в 15.30. Она называется «Белая книга продаж». Там есть разная терминология. Тем не менее, пожалуйста, посмотрите на этот формат. Мне очень нравится не только документ, но и вообще философия и опыт людей, которые занимаются продажами. От даже момента публикации вакансии на руководителя, на сотрудника отдела продаж до того, как вы его будете тестировать, как обучать и как в дальнейшем работать по продажам. Научившись строить продажи у себя внутри компании, то есть мы рассчитываем в этом году научить вас построить продажи, используя CRM внутри своих компаний. И вот для этого в первую очередь предназначен этот документ. Он бесплатен и предназначен для всех наших партнеров. И на базе этого документа мы хотим выпустить руководство для клиентов, то есть то, с чем вы будете приходить к клиентам и помогать им строить отделы продаж. И еще одна большая новинка, о чем мы размышляем. Мы, вы знаете, я поработал тут клиентом немного, пообзванивал и пообщался с вами в открытых линиях на ваших сайтах. Вы умеете продавать сложно. Да, это вы умеете отлично. За 30 минут мы, в принципе, умудрялись договориться до первой встречи. Но это долго. Мы хотим попробовать научить вас продавать быстро. Продавать пакетное внедрение, в частности, по Bittrex 24. Мы разработали 4 пакета, каждый из которых направлен на отдельное направление. По коммуникациям, по задачам и проектам. И два пакета по CRM. Каждый из которых включает очень четко определенный план, что вы должны сделать. И в дальнейшем с четким расчетом, сколько времени это будет занимать. И мы собираемся запустить эксперимент в этом полугодии, в котором примут участие несколько десятков партнеров. И мы начнем продавать это пакетное внедрение непосредственно с сайта Bittrex 24. И передавать его вам на выполнение и на внедрение. Мы хотим помочь вам сначала продать небольшой пакет, а потом продать дополнительные услуги. И будет работать и продажа непосредственно с нашего сайта, и будет работать продажа с вашего сайта. Предварительные переговоры с партнером дают вообще прекрасный отклик. Обязательно послушайте секцию Сергея Кулешова и Михаила Беляева в 15 часов о том, что такое пакетное внедрение, как принять участие в этом пилоте и в этой программе. Еще один дискуссионный вопрос, который мы бы хотели вынести на эту партнерскую конференцию. Сегодня в коробочной версии у нас есть с вами корпоративный портал и холдинг. И мы подумываем о том, что можно выпустить еще одну редакцию, один из BITREX24 корпоративного портала, а именно, которую мы хотели бы назвать CRM. У нее будет несколько ограничений. Она будет предназначена для 12 человек. Но мы рассуждаем так, что для отдела продаж это вообще-то достаточно. И у нее будет фиксированная цена. Вот дискуссионный один из вопросов, это цена от 60 до 90 тысяч рублей. Фиксированный продукт, который предназначен для тех, кто хотел бы внутри своей компании развернуть CRM, интегрировать ее с интернет-магазином, интегрировать ее с продажами, настроить работу отдела продаж. Пожалуйста, тут я буду рад с вами обсудить и пообщаться на эту тему. С 12 часов я работаю на митинг-поинте, подходите, пожалуйста, для обсуждения. Цены. Вообще о ценах мы с вами говорим каждый год. Вот несколько предыдущих лет мы вам говорили, очень удачный момент для того, чтобы корректировать цены. И очень многие, кстати, сделали то, что мы посоветовали. Покорректировали цены, увеличили цены и подняли. Мы корректировали цены, и многие корректировали за нами. И, кстати, вышли на очень четкую и понятную экономику. Это было правильное решение. В этом году в целом, ну, наверное, по России я бы отметил, что ситуация не самая благоприятная для увеличения цен. Во-первых, не очень высокая инфляция. Во-вторых, снижение валютных курсов. И вот в этом фоне клиенты не очень ожидают. Если вы, конечно, не поднимали цены предыдущие два года, сделайте это, ну, незаметно, чтобы никто не узнал. Хотя отдельная история. Я знаю, будут доклады о том, как повышать цены. Что касается нас, мы пока не планируем на российском рынке повышение цен. У нас пока дискутируется только вопрос по тарифному плану «Проект Плюс». Но это отдельная история, отдельный вопрос. В Белоруссии цены были скорректированы с начала года, в Казахстане они скорректированы будут в течение года, и Украина подняла на облачный. То есть в каждой стране есть свои причины и своя экономика, почему необходимо повышать и корректировать. Но что касается партнеров, я уже сказал, смотрите на текущее положение, как вы меняли цены ранее, и не старайтесь демпинговать ценой. Ни к чему хорошему, скорее всего, это не приведет. Ну и несколько, наверное, рекомендаций, которые я бы хотел дать партнерам о том, как развивать свой бизнес или на что делать акцент в следующем году, в этом году. Ну, конечно, по сайтостроению. Это ФЗ-54. Создайте разделы, сделайте пакеты, собирайте клиентов на небольшие встречи, митинги, наберите базу с тем, с кем вы хотели бы работать. Не так часто нам с вами везет. Еще раз, ученые спорят, повезло или нет, но так сложился рынок и так сложилось государство. Давайте рассматривать это как огромную возможность и ей воспользуемся. Конечно, пакет услуг, который вы предлагаете, по-прежнему функционирует и будет работать. Уделяйте внимание поддержке и взаимоотношениям с клиентами. Ставьте, пожалуйста, открытые линии на свои сайты. Коммуницируйте с клиентами во всех удобных форматах, которые есть. Ну и я бы еще раз говорил о том, что необходимо внедрить CRM внутри компании. Потому что только если вы проконтролируете, как мы говорим, затрекаете телефонный номер, входящий и исходящий записали в CRM, e-mail записали входящий и исходящий, открытая линия уже все попала в CRM. И уже этого достаточно для того, чтобы вы лучше управляли своими продажами. Да, вы можете не работать по этим клиентам, но вы будете точно понимать объем, нагрузку и другие составляющие. Если вы еще не продавали Bittrex 24, или даже если вы продаете его, мы рекомендуем отдельный раздел на сайте. С описанием, что вы предлагаете, с пакетами услуг, еще раз подчеркну, мы дадим рекомендуемую цену, но совсем не обязательно продавать, она будет выше рынка. И вы можете пакетные внедрения предлагать за дополнительные деньги, за меньшие деньги, предлагать дополнительные услуги, описывайте и представляйте материалы на сайте. Не у всех есть разделы, но и очень не у многих есть формы контакта. Читаешь, читаешь и говоришь «хочу». Следующее. Пока найдешь телефон, пока найдешь контакт, пока найдешь какие-то другие вещи. Будьте доступными. Как я шучу, Сбербанк уже открытые линии подключил. Что же мы хуже? Должны доделать, чтобы было значительно удобнее клиентам. И опять же, мы будем говорить об отделах продаж. Теперь о CRM. Еще одна рекомендация. Помимо сайтостроения, помимо Bittrex24, мы рекомендуем вам на сайтах создать отдельный раздел на верхнем уровне, который бы назывался CRM. Мы ожидаем большого роста в ближайшие несколько лет в этом направлении. В CRM мы внедряем, вот наша книга продаж, мы вас научим таким-то вещам, вот наши пакетные внедрения, познакомьтесь, кстати, с ними. Я уверен, что даже обычный инженер сможет выполнить обычное внедрение. И шаг за шагом вы получите готовый результат, тот, который вам нужен. Ознакомьтесь с книгой продаж и адаптируйте ее для клиентов. В книге продаж есть вопросы, ответы по каждому продукту. Вы сможете делать такие же услуги для своих клиентов. Если же говорить о бизнесе, что вам порекомендовать или что вам посоветовать? Вообще 2017 год очень такой беспокойный, очень странный. Мы не ожидаем, что прям будет большой рост. Вообще по тем сигналам, которые дает рынок, по всем обстоятельствам видно, что никто не ждет роста. Не ждут роста экономики развитых стран, развивающихся станций. Вообще это год сдержанного роста. И год, как говорится, неожиданности. Вообще потенциально возможно начало развития кризиса. Поэтому мы вам очень рекомендуем следить за расходами. Старайтесь, чтобы кредитная нагрузка либо что-то, что с этим у вас связано, было очень оптимально. По людям растите консервативно. В первую очередь старайтесь повышать эффективность. Ну и для этого вам зачастую придется вернуть рабочее время внутрь компании. Тут некоторые запрещают на обед ходить или курилку. Ну, я бы вам рекомендовал соцсети запретить. Для нас это больше с вами проблема, чем хождение на обеды. Одним словом, старайтесь относиться очень осторожно к этому году, внимательно. Он не дает сейчас сигналов, что он будет плохой. Скорее всего, это будет год такого умеренного роста. Но тем не менее, разные симптомы говорят о том, что он может быть разным. Ну и, наверное, завершающий такой совет это быть вне политики. В этом году начнутся политические явления. Они уже в разных странах начали. Это какой-то результат общей напряженности. Я не знаю, в космосе все это летает. Не надо. Или бизнес, или политика. Потому что обычно увлечение политикой, чтение новостей с утра до вечера обычно приводит к тому, что не удается почитать новости по бизнесу или внести какие-то существенные изменения. Ну и, наверное, в завершении я бы хотел рассказать и напомнить историю, которую рассказывают в книге Стивена Кови, когда там лектор рассказывает про тайм-менеджмент, рассказывает банку, размещает в ней камни, а потом говорит, все, банка полная. Все говорят, да, полная. Потом он насыпает туда гравий, все удивляются, он насыпает песок, потом воду и задает вопрос, какой вывод можно сделать с точки зрения тайм-менеджмента? Обычно все делают какой вывод? Надо лучше планировать, а вывод совсем другой. В обратном порядке столько не загрузить. На самом деле мы все делаем, чтобы не делать важные задачи в нашей жизни. Я очень рекомендую вам с этой партнерской конференции вынести для себя три, максимум пять целей, которые вы собираетесь сделать. запланировать, когда вы будете их делать. Вот во вторник я сяду и потрачу четыре часа на эту задачу. Я вас уверяю, у вас найдется сто причин, чтобы это не делать. Но если вы спланируете главные дела, вы начнете менять свою компанию и вы будете делать важные изменения внутри. Мы часто об этом говорим, и у нас есть партнеры, которые делают то, что мы им советуем. Вот мы советовали увеличивать цены, Степанов Чинников в бабах увеличил цены. Мы говорили, продавайте Битрикс24. Он начал продавать Битрикс24. Мы говорили, маркетируйтесь. Он стал писать прекрасные статьи, и вы все их читаете. Знаете, какая у него сегодня проблема? Куда деть деньги? Видите, на какие изыски он идет, чтобы придумать, куда потратить деньги? На самом деле, конечно, мир изменится, если мы будем его менять. И он изменится, если мы изменим свой взгляд на вещи. Спасибо вам большое и очень хорошей вам партнерской конференции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ